11-й международный авиационный космический салон МАКС-2013 Одно из самых интересных и ярких авиационных событий современности Проходил на аэродроме Летно-Исследовательского института имени Громова в Подмосковном Жуковском С 27 августа по 1 сентября Авиасалон, безопасность которого ежедневно обеспечивали около 3000 сотрудников полиции Посетило 350 тысяч человек Работу выставки освещали 3500 журналистов из 900 российских и зарубежных СМИ Несмотря на погодные условия, программа демонстрационных полетов была очень насыщенной Примечательно, что основная часть летной программы была представлена не опытными образцами авиационной техники А боевыми машинами, поступившими или подготовленными к поставкам в части и соединения военно-воздушных сил России Во все дни работы авиасалона в подмосковном небе можно было с упоением наблюдать за полетами российских пилотажных групп «Соколы России» и «Беркуты» Стрижи и русские «Витязи» Стрижи и русские «Витязи» 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 А в перерывах между ними проходили одиночные выступления новейших многофункциональных истребителей, находящихся на вооружении российских ВВС Су-30СМ, находящихся на заключительной стадии государственного испытания Су-35. Гвоздь программы, истребитель пятого поколения Т-50, был представлен вне Бежуковского сразу тремя машинами. Демонстрационный пилотаж – это всегда компромисс между зрелищностью и безопасностью. Ведь чем сложнее, чем интереснее фигура, тем она опаснее. Лучшие отечественные летчики-испытатели выполняли такие фигуры высшего пилотажа, раньше о которых они даже не могли мечтать. Но каким бы совершенным ни был летательный аппарат, и каким бы высоким ни было мастерство летчика, без квалифицированного сервисного обслуживания ремонта он не сможет выполнять комплекс задач, заложенных в него конструкторами, на всех стадиях разработки и серийного производства. Традиционное участие в МАКСе авиаремонтных предприятий ВВС Минобороны России позволило руководящему составу решать вопросы путем переговоров и сообща находять пути по оптимизации возможностей по ремонту, модернизации и сервисному обслуживанию авиационной техники, находящейся в эксплуатации. Высокотехнологичные авиаремонтные предприятия, для которых повышение эффективности производства всегда являлось и является одним из важнейших стратегических приоритетов, в очередной раз доказали жизнеспособность и необходимость системы, созданной более 70 лет назад. На МАКСе 2013 приняли участие представители свыше тысячи компаний и организации из 44 стран. Это свидетельствует о большом потенциале российского рынка и об интересе к нему со стороны ведущих мировых производителей, многие из которых приняли в нем участие впервые. Постоянный рост числа участников говорит о динамичном развитии позиций отечественной авиационной промышленности и укреплении международной кооперации. Общая сумма заключенных контрактов, меморандумов о намерениях и соглашениях превысила 21,2 миллиарда долларов. МАКС предоставил редкую возможность ознакомления с прошедшими весь цикл испытаний и положительно зарекомендовавшими себя современными образцами зенитных ракетных систем, комплексов, ракетного оружения и перспективной военной, космической и гражданской продукции, предлагаемой к поставке на экспорт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Международный авиационно-космический салон «МАКС» – российский ответ на главные международные выставки в Лебуржево, Франции и Фарнбуро, Великобритании. Его роль, как генератора новых альянсов и плодотворных идей, признана во всем мире. Именно на авиасалоне «МАКС» российские представители авиакосмической отрасли и авиационные предприятия бывшего Советского Союза демонстрируют новейшие решения в гражданском и военном авиастроении. «МАКС» Холдинг «Вертолеты России», объединяющий все вертолеты строительные предприятия страны, является единственным разработчиком и производителем вертолетов в России. Это одна из немногих компаний в мире, обладающих возможностями для проектирования, производства, испытания и технического обслуживания современных гражданских и военных вертолетов. Субтитры создавал DimaTorzok Объединенная авиастроительная корпорация показала на авиасалоне всю линейку своей продукции и перспективной разработки. Субтитры создавал DimaTorzok На стенде корпорации были продемонстрированы технологические наработки, созданные для самолета МС-21 и проекты инновационного развития компаний. На статической стоянке красовались глубокие модификации истребителей четвертого поколения, пассажирский лайнер «Сухой» Superjet 100 и военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А. Субтитры создавал DimaTorzok В ходе деловой программы «Макса-2013» проводились научно-технические и научно-практические конференции, семинары и круглые столы, а также презентации различных проектов и программ в области авиастроения, истории авиации и общественных наук. Известное в нашей стране и за ее пределами русское авиационное общество в рамках патриотической и благотворительной деятельности провело традиционную для «Макса» презентацию первой в России фундаментальной монографии по истории мирового самолетостроения «История самолетов мира» Дмитрия Соболева. Субтитры создавал DimaTorzok И все-таки авиационные мероприятия международного уровня становятся известными и посещаются простыми зрителями не из-за заключаемых на них многомиллиардных контрактов. Профессионалы и поклонники авиации полюбили авиасалум за его красочную и насыщенную летную программу с участием авиационных групп высшего пилотажа. Летную программу традиционно открыли пилотажные группы «Стрижи» и «Русские витязи», продемонстрировав мощь российских ВВС. Авиационная группа высшего пилотажа Липецкого авиацентра «Соколы России» с легкостью выполняла комплекс фигур высшего пилотажа, необходимых для преодоления ПВО противника и уничтожения воздушных и наземных целей. «Беркуты», впервые принявшие участие в «Авершоу» на «Максе», продемонстрировали беспредельные возможности боевых вертолетов Ми-28Н в плотном строю. Успешным оказался и дебют пилотажной группы ВВС из Поднебесной – «БАИ» 1 августа на высокоскоростных реактивных истребителях отечественного производства 4-го поколения G-10 с российскими двигателями АЛ-31ФН. Горячее желание публики любоваться мастерством настоящих летчиков не смогла остудить даже Небесная канцелярия. В дни массового посещения полеты пилотажных групп «Русь» из России и «Братлинг-джеттим» из французского «Дижона» на самолетах Л-39 «Альбатрос» проводились в условиях низкой облачности. А пилотажная группа из Латвии «Балтик-Бис» – «Балтийские пчелы» – выступала уже под проливным дождем. Рост количества и деловой активности участников МАКСа в очередной раз подтверждает, что Россия была и является одной из ведущих стран по разработке и производству авиационной и космической техники. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова